Новые данные об обстреле нашего посольства поступают из Дамаска. Очевидцы сообщают о раненых из числа мирных демонстрантов, которые в это время проводили поблизости многотысячную акцию в поддержку действий России в Сирии. Вот кадры первых мгновений этой атаки. Люди слышат выстрелы и ищут укрытие. Персонал самой дипмиссии, как подтвердили ее сотрудники, не пострадал, но зданию нанесен ущерб. На его территории залетели два минометных снаряда, и один из них разорвался на крыше. В районе сейчас усилены меры безопасности. Ответственность за атаку пока ни одна из группировок на себя не взяла. События в Дамаске прокомментировал Сергей Лавров. На совместной пресс-конференции со своей коллегой из Руанды глава российского МИДа заявил, что Москва уже подключилась к расследованию теракта и надеется, что его исполнители и организаторы будут установлены совместными усилиями. Дошла речь о большой партии боеприпасов, которые власти США как раз этой ночью поставили так называемой сирийской оппозиции. По оценке Лаврова, у него нет больших сомнений в том, что значительная часть этого оружия попадет в руки террористов, что грозит новым всплеском насилия в регионе. Куда это попадет? Не последуют ли все эти вооружения тем же маршрутом, что и джипы Тойота, которые американцы поставили оппозиции, а сейчас на них ИГИЛ разъезжает? Это очень серьезные вещи. Там есть организации, которые ранее были замечены в сотрудничестве с ИГИЛ. Продолжение следует...